Нам становятся доступными ранние выявления и лечения, а также профилактика. С увеличением производственных предприятий и популяризацией технологий, безусловно, снизятся и расходы. В сентябре 2015 года в Суджоу состоялся пятый форум китайского медицинского оборудования. Тема форума – поворотный момент в китайской индустрии медицинского оборудования в новых реалиях. Мы не говорим о том, как мы должны развиваться в нашей отрасли. Мы пойдем в клиники к врачам. Вот где надо решать проблемы. Развитие медицины с помощью инновационных устройств стало неотъемлемой тенденцией в 21 веке. На протяжении нескольких лет развития область медицинского оборудования в Китае значительно усилилась с точки зрения таланта, капитала, технологий и научных исследований. В рамках стратегии, сделанной в Китае 2025, технологические инновации принесли новые возможности китайским компаниям медицинского оборудования. В некоторых городах Китая с быстрым развитием легкой промышленности активно развивается индустрия медицинского оборудования и привлекаются высокотехнологические предприятия. Частные предприятия, такие как Миндрей, превратились во всемирно известные компании медицинской аппаратуры. Эта компания стала первой китайской компанией медицинского оборудования, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже. С прорывом ключевых технологий появляется индустрия медицинского оборудования в Китае. В 2015 году объем рынка в масштабах всей отрасли превысил 200 миллиардов юаней и ежедневно растет более чем на 20%. К 2020 году будет создана справедливая и доступная базовая медицинская система, охватывающая как городские, так и сельские районы. Можно сказать, что отечественное медицинское оборудование имеет широкие возможности в этом процессе. Ускорить продвижение разработки и применение отечественного медицинского оборудования, сократить расходы на медицинское обслуживание, содействовать трансформации и модернизации, дать широкой общественности возможность использовать его, защищать здоровье всей нации. Вот неотложные задачи для строительства здорового Китая и базовая гарантия достижения цели и лечения всех болезней, доступной всем людям. Построение здорового Китая – это обещание китайского правительства всему народу. Развитие китайской науки и техники, рост производства отечественного медицинского оборудования дали мечте о лечении всех болезней новую надежду. И мы смотрим в будущее с еще большей уверенностью. На море шапка горит. Что означает это выращение? Согласно фразеологическому словарю Александра Федорова, так говорят, когда кто-либо невольно, случайно, сам выдает то, что хотел бы скрыть. Существует предание, которое объясняет происхождение этого выражения. В одном городе на рынке постоянно совершались кражи, но поймать вора никому не удавалось. Тогда местные жители решили обратиться за помощью к мудрому старцу. Старец выбрал праздничный день, когда весь город собрался на главной площади и крикнул в толпу. «Смотрите, на воре эта шапка горит!» Сразу несколько человек схватились за голову. Чем сейчас?